Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на очередном занятии. Сегодня мы всё ближе и ближе подходим к завершению нашего трактата. И сегодня мы с вами поговорим о сакральной геометрии. Опять-таки мы помним, что весь трактат, он закодированный, закодированный, и для того, чтобы его трактовать, интерпретировать, нужно всё-таки ещё владеть какими-то дополнительными знаниями для того, чтобы правильно понять. А чтобы правильно понять какие-то вещи, нужно в совершенстве знать древнегреческий. Почему? Потому что перевод, он всё-таки искажает какие-то смыслы. Я про это говорю на протяжении всех занятий, но всё же. Итак, мы идём дальше. И, как уже принято, я, значит, вначале зачитываю древнегреческий. «Дεν εράστησαν αυτού, έκαστος δε μεταδίδω της ίδιας τάξεως και κατάμαθαν την τούτων ουσίων και μεταλαβών της αυτών φύσεων η βουλήθη». Итак, теперь будем по кусочкам, по кусочкам я буду зачитывать на классическом греческом и переводить. Здесь сегодня будет такой достаточно интересный момент, на мой взгляд. О чем здесь, значит, речь идет? Мы помним, да, что у нас утрачены какие-то кусочки, где непосредственно наша низшая я, наша личность делает какие-то выводы по поводу того, что она узнала вот в этом состоянии единения с Творцом, прожив вот этот вот медитативный, сакральный опыт и сделала какие-то свои определенные выводы. Сейчас, к сожалению, мы о них знать не можем, но мы идем дальше. Что нам здесь говорится? «О Θεός παραχώρησε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να μπορεί να εισέρχεται και αυτός μέσα στη σφαίρα γη, που είναι δυνατή η δημιουργία, έτσι που να έχει και αυτός τη δυνατότητα στο μέλλον, να εξουσιάζει τα πάντα μέσα σε αυτήν». То есть Бог передал человеку возможность, чтобы он смог входить вот в эту сферу, в данном случае на планету Земли, и творить на ней, в будущем, творить на ней, да, так же, как и он, и в будущем иметь возможность управлять, иметь власть над всем, что на ней находится. То есть немножко коряло получилось, да, но я поясню, если мы опять-таки вспоминаем книгу Бытия, да, там как раз-таки были вот эти вот простые слова, опять-таки, интересно, книга Бытия, она позже вышла, да, но, а трактат намного ранее. Но смысл здесь такой, что Бог сказал следующее, что вот именно в таком состоянии, да, в котором находилась наша Личность, да, в слиянии с Творцом, она стала, ну, условно говоря, богоподобным, и она тоже обрела, мы это проходили на прошлом занятии, ту же возможность творения и создавания, да. Так, как делает это непосредственно Творец, потому что это не то, чему научилась эта Личность, а это непосредственно вот этот вот свет, да, в котором, с которым наша Личность слилась, она в себе держала вот это вот, имела вот эту вот возможность и способность создавать, да, создавать новые миры. Так вот здесь, как написано было, да, в книге Бытия, то есть плодитесь и размножаетесь, да, и человек становится непосредственным хозяином на планете Земля. Но здесь хозяином не потому, что, да, он, допустим, сильнее животных, он их может убивать, и для того, чтобы себя прокормить, там, либо вырубать леса, нет, не в этом контексте, а именно в контексте, что только тогда, когда твое сознание становится таким, как сознание Творца, тогда ты имеешь власть, то есть внутреннюю силу, не физическую, а скорее ту силу, когда ты можешь материализовывать из мира идей в мир материальный все то, что тебе необходимо, и тем самым ты приобретаешь власть, да, на Земле, но никогда не в том сознании, в котором мы находимся сейчас. Вот, и про это была речь о том, что теперь ты, да, Творец ему сказал, теперь, Личности, ты можешь вернуться на Землю и управлять ей, потому что теперь ты понимаешь как, теперь ты знаешь как, потому что вот этот свет, он тебе, кроме того, что он дал возможности, он дал еще и понимание, как все устроено. И дальше. Катанойси-то вимюргима-то ту азерфу, синантропу, авто, я набори на Катанойси, да, авто проиполцейты, что на Катанойси ту слогушпу азерфос проэвестиси гикерменес демюргиес. То есть, здесь речь о чем идет, а выражение такое, а Катанойс-то демюргима-то ту азерфу, то есть понимание творения своих собратьев. Собратьев имеется ввиду всех людей на земле. И вот для того, чтобы обрести вот это вот понимание, да, для этого необходимо понимание как бы так это объяснить-то простым-то языком, понимание мотивов каждого человека. То есть после того, когда ты находишься именно в слиянии с этим светом, к тебе приходит такое осознание, что ты видишь, знаете, вот причину-следственную связь каждого своего собрата на этой земле. То есть, когда, если ты находишься в сознании, да, простого обычного человека, то что происходит, да, мы можем осуждать кого-то и говорить, вот ты поступил неправильно, да, там, например, было насилие, это правильно, это неправильно. То есть мы оцениваем с точки зрения двойственной нашей природы, что хорошо, что плохо. Когда у тебя происходит слияние с Творцом, ты видишь все причины-следственной связи. Знаете, как будто бы абсолютно всю картинку полностью, да, целиком ты видишь, ты видишь все пиксели, ты понимаешь, что вот его вот это вот нынешнее поведение, оно было не случайным, да, оно не только имело прошлое в этом воплощении, оно, может быть, несло какие-то последствия из предыдущих воплощений. И вот этот, в кавычках, богоподобный человек, да, когда произошло слияние, изменилось сознание, то такого рода человек относится к своим собратьям, да, то есть к другим людям, именно с пониманием. Но вот это вот понимание и принятие, оно не просто, что, знаете, вот как-то, во-первых, состояние наполнения любви, и это состояние любви, откуда происходит, да, когда мы наполняемся светом. А что дает нам этот свет? О том, что мы говорили в предыдущих занятиях, именно понимание, как все устроено в этом мире. И поэтому, когда ты осознаешься, понимаешь, почему человек так поступил, да, что послужило причиной, что послужило следствием, то есть умение, возможность видеть картину целиком, не взирая на ограничение временных рамок, да, потому что в свете, когда ты находишься, там нет времени, да, такого понятия. Поэтому все есть только в момент здесь и сейчас. И вот это вот понимание, у человека присутствует, то есть у него нету, что, во-первых, он считывает всю информацию о другом человеке, то есть он видит, почему он так поступил, он знает, как он будет поступать, и он относится с пониманием. И вот тогда он как раз-таки становится подобным своему, ну, Богу, да, подобным творцом. Про это здесь идет речь. И как результат, как следствие, с анапотелезма, оли автои фрискунде с автитий катастоси демиоргияс, агапися на автоту кенурию антропу по апэкте с автитий динатотита. У кацеэнас апа автосту, сту метадиде дисгносиспо, антистихонсти декиту такси. И как результат этого процесса люди начинают любить, да, вот этого, ну, богоподобного, да, человека, автоту кенурия, который, ну, то есть вот этого человека, который приобрел вот эти вот способности, да, вот эти вот возможности, то есть понимание другого человека. И каждый человек, то есть здесь как будто бы, знаете, идет ощущение того, что идет как предсказание какого-то будущего, какими людьми мы должны стать. И у кацеэнас апа автосту, и каждый человек вообще именно вот с такими способностями, да, передает знания, которые соответствуют его классу. То есть здесь уже есть какое-то вот разделение, например, как мы говорим, класс пролетариев, да, там элитная, какой-то элитный класс, там аристократия или еще что-то. Вот здесь вот в этом понимании. То есть человек становится всепонимающим, потому что он становится всезнающим. А почему становится всезнающим? потому что он, как-то хочется сказать, навечно, да, навечно подключен к этому источнику, и он оттуда черпает, мы говорили в предыдущих занятиях, он видит вот эту истину, да, это не его субъективное мнение двойственности, хорошо или плохо, а он напрямую имеет доступ к источнику, и он видит через свет, да, он видит абсолютно все про каждого человека, понимая, и отсюда у него происходят как раз такие понимания, то есть я понимаю, допустим, почему ты убил, потому что в прошлом в воплощении, например, тебя тоже убивали, и вот этот вот порочный круг кто-то должен разорвать, ты либо тебя, и поэтому отношение к этому человеку, оно уже другое становится. И вот эти вот знания будут передаваться, условно говоря, каждому своему вот этому вот классу, то есть в той среде, в которой ты находишься, то есть не всем, а именно единомышленникам, давайте так скажем, чтобы было понятно. То есть здесь речь идет о том, что скорее всего, вот у меня просто такое ощущение, это к чему мы придем в будущем, и опять-таки, исходя из этого, у меня, знаете, возникает такое ощущение, то есть здесь не написано, что все люди будут такими, а здесь наоборот, описано и говорится, то, что такого человека, сейчас я найду это выражение, и как результат, все, кто будет находиться вот в этом состоянии создания, умения создавать, творить, то есть все, кто будет находиться в этом состоянии, будут любить вот этого человека, то есть с этими способностями, здесь, вы знаете, вот какое-то выделение того, что будет какой-то человек, и другие его будут любить, почему? потому что этот человек будет передавать знания другим людям, и если он будет передавать знания, то я так понимаю, что не все придут к этому, и вот не очень напоминает, это сейчас наше время, когда вроде бы знания есть, но кто-то достиг таких достаточно высоких уровней, может быть, просветления, и передает знания, и те, кому он передает, они его любят, вот здесь вот этот вот момент, и следующий, следующий, следующий у нас так как выражение, если так можно сказать, продолжение, на котором спотыкаются очень многие при переводе на русский язык, о чем здесь речь идет, афуантропоскотоноси, плируст и прагматики, усея, олун автонтонгносион, и когда человек понял полностью настоящую суть этих знаний, кетин и фарму, кетин и фарму, сестепракси, то есть он не просто понял в голове, да, это ключевое, о чем я очень часто говорю, а он именно на практике это применял, то есть недостаточно головой понять, а достаточно стать мастером, а мастер тот, который это умеет делать, не это знает, а именно умеет делать. Дальше, кеофоу идиос метелове, то есть, и этот человек перенял эти знания, то есть божественную природу, да, божественную природу этих знаний, он перенял, то есть сделал своим собственным опытом, И вот здесь вот сложность перевода, то есть, и тогда человек захотел поломать, да, либо сломать преграду двух циклов, кругов, и войти, как это сказать-то, блин, какую-то часть, знаете, ну, то есть сломать преграды двух циклов, и вот здесь вот это как раз-таки идет отсылка к сакральной геометрии, то есть вот здесь, когда ты делаешь перевод именно с древнегреческого, да, я вот этот момент я не видела в русском переводе, как он звучит и как его переводит, но он имеет под собой следующую такую очень-очень важную вещь, где отсылка идет к сакральной геометрии, если честно, я поискала на ютюбе понятия, да, касательно сакральной геометрии, я так поняла, что там такая глубина, и что туда углубляться, как говорится, как я люблю говорить, без пол-литра не пойдет, поэтому я туда не погрузилась и не стала это изучать, вот, но, и в принципе для трактата нам это пока не нужно, но здесь вот именно очень важный этот момент, о каких кругах говорится, и о чем вообще идет речь, да, то есть если в прямом смысле переводить, то нужно поломать какие-то препятствия, забор каких-то двух кругов, что за круги, и тогда ты придешь вот к этому состоянию, да, божественному, то есть с одной стороны ты понимаешь природу, да, вот эту вот божественную природу, вот этот свет, о котором мы говорили, и ты начинаешь его практиковать, но с другой стороны здесь написано, что когда ты, ну, начинаешь это практиковать, то есть у тебя есть эти знания, и плюс ко всему, когда ты перенял вот эту вот божественную природу знаний, и захотел, и захотел, да, то есть здесь твое как будто бы внутреннее желание, сломать преграды этих двух кругов, какие это за круги, что это за круги, здесь не говорится, и вот здесь как раз и отсылка к сакральной геометрии, в сакральной геометрии есть несколько фигур, но одна в принципе, и вот здесь вот очень хорошо напоминает, опять-таки вспоминаем курс «Древо жизни», о создании, как создавалось непосредственно древо, все начиналось с точки, да, и потом мы понимаем, говорили, что точка превратилась у нас в луч, этот луч начал создавать и творить другие сферот, вот здесь вот примерно такой же смысл в сакральной геометрии, отличие простой геометрии от сакральной в том, что сакральная постоянно находится в движении, так вот у нас появляется, значит, прям немножко коряво, но я надеюсь вам видно, точка, да, точка, дальше в кабале у нас говорилось про луч, а здесь у нас говорится про некий такой радиус и окружность вокруг нее, и обычно, то есть, как бы так вам объяснить, если это точка, и вокруг есть вот эта вот окружность вокруг нее, то есть первично была точка, как в большом взрыве, да, как на древо жизни, я объясняла, а потом вот этот вот луч, да, и он создавал все остальные сферы, то есть окружность вокруг точки, и это повторялось, может повторяться до бесконечности, и в сакральной геометрии у нас получается цветок жизни, если вы видели, так вот, эта точка, да, то есть у нас радиус и окружность, по идее, шестеренки как работают, да, вот так вот, не знаю, там видно будет, да, шестеренка, вот так, а здесь у нас есть еще одна такая шестеренка, и вот эти вот, условно говоря, два круга, как знаем, бесконечности получилось, и вот эти два круга, они сами по себе не, не соприкасаются, все соприкасаются только вот в одной точке, когда начинает движение, одно в одну сторону, другое в другую сторону, да, и где-то вот в момент своего движения, они каждый раз в какой-то одной точке соприкасаются, да, вот здесь, потом это прокручивается, это прокручивается новая точка, то есть они не проникают, да, вот эти вот, один круг в другой, а здесь как раз-таки речь идет о том, что нужно проникнуть одному кругу в другой, и у нас получаются точки, вокруг нее окружность, и здесь опять-таки луч, который приходит, у нас получается новая точка, и вокруг нее должна быть окружность, причем окружность должна быть размером в радиусе, у нас получается, ой боже, как я коряла, ну в общем, вам понятно, да, то есть еще один круг, как это выглядит, да, то есть у нас получился один круг, и другой круг, вот это вот сакральная геометрия, у нас происходит проникновение одного круга, то есть здесь у нас нету проникновения, а здесь у нас происходит как раз-таки проникновение одного круга в другой, то есть это простая геометрия, да, когда есть круг, правда у нас зигзагообразный, Почему зигзагообразный? Потому что мы помним, что мы на планету смотрели, как змея, которая идет такой зигзагообразный. Поэтому я так нарисовала, как шестеренку. И по сути, что вам это напоминает? Я надеюсь, я вас не запутаю сегодня. Но кому будет интересно изучить сакральную геометрию, сможет это сделать в дальнейшем самостоятельно. По сути, это напоминает два полушария. То есть это правое полушарие, а это левое полушарие. Одно у нас правостороннее, а другое у нас, условно говоря, левостороннее. И мы помним, что наше мышление должно уйти от левостороннего, то есть от сознания, и прийти, условно говоря, к бессознательному. То есть оно должно стать правостороннее по часовой стрелке, должно двигаться. И вот это когда происходит, когда одно полушарие, оно должно войти в другое полушарие, по идее. Но не полностью, а постепенно, постепенно один круг должен входить в другое. И у нас получается, допустим, одно полушарие наше. То есть это способ мышления. И второе полушарие. И пока оно, вот это вот создает, кстати, нам создает и двойственность. То есть вот здесь вот у нас, допустим, условно говоря, логика. В контексте Древа Жизни это у нас будет ход, сфера сход разумности. А это сфера Нецеха, это наше творчество. И одно у нас говорят наши эмоции и наши чувства, а другое нам говорит нашу логику. Здесь вот мы постоянно между собой ругаемся. Мы не можем найти общий язык. Это опять-таки у нас белая лошадь и наша черная лошадь. Так вот, вот здесь то же самое. Белая лошадь и вот, допустим, условно говоря, черная лошадь. А вот когда одно полушарие начинает входить в другое полушарие, то есть это не физически должно произойти сдвиг по фазе, да, как мы говорим. Нет, я объясню сейчас, как это должно происходить. Когда вот одно полушарие входит в другое полушарие, у нас образуется вот это вот пространство. Вот, вот это вот пространство. И вот это вот пространство, оно называется кисты и хтеос. кисти это как пузырь а их ты уж это их здесь это рыба и вот это как знаете как рыбный какой-то вот пузырь если мы сейчас я закрою фломастер чтобы не мешал кроме того что они все пахнут это напоминает очень да почему это так назвали до на пузырь рыбный пузырь это очень напоминает рыбу если вы посмотрите но не в таком формате а вот в таком формате да то есть это вот очень напоминает рыбу и поэтому это имеет такое название более подробно я вам не смогу объяснить сакральную до геометрию если еще расскажу если вам интересно вы самостоятельно про это изучите но на что это то есть когда я изучала этот трактат в принципе да окей я понимаю что это вот правое и левое полушария одно в другое входит это очень напоминает аркан башню почему потому что на древе жизни аркан башни он как раз таки и стоит на пути который соединяет код и не царь да о чем здесь говорится о том что должно произойти слияние то есть разрушить вот эти две противоположные крайности потому что одно слишком холодная разумная а другое слишком эмоциональная то есть когда мы слишком эмоционально у нас носит крышу и это не есть хорошо да то есть мы не можем логически допустим думать мы не можем считать мы вот где-то паре в небесах другой стороны когда мы слишком сухие мы слишком логичные мы не можем творить мы не можем что-то создавать у нас нет эмоции мы не ну не не очень напоминает короля мечей до который внутри может быть у него и кипят но внешне это вот прям покер-фейс и ты не можешь понять человек сухой без эмоций и то и другое является крайность и вот нам надо найти как мы говорим гармонию до баланс а где этот баланс вот этот вот баланс как раз таки он и есть вот в этом моменте да когда одно полушария входит в другое полушария и у нас появляется это общее слияние соединения и это белая лошадь это черная лошадь условно говоря может быть наоборот не суть а между ними появляется вот это пространство непосредственно колесничего и вот тут мы как раз таки видим да что это есть появление разума да то есть мы говорили с когда проходили про учение платона о душе да мы говорили что он душу представляет делит условно говоря на две части на разумную и неразумную разумная это та которая находится мы можем сказать это наше высшее я и неразумная это наша личность та которая воплощается она делится на двух лошадей так вот пока вот эти лошади между собой ругаются то есть пока они не соединены вот наше высшее я она не может управлять потому что нету единство на она может управлять вот этими двумя лошадьми и тут как раз таки когда одна лошадь вошла другой одно полушария входит другой у нас появляется пространство место которое как раз таки где может быть наше высшее я и вот в таком формате опять-таки три единство раз два три мы можем управлять и здесь даже не про управление а здесь происходит слияние вот это вот высшее я а эти две части это наше низшее я и мы таким образом сливаемся и у нас открываются вот эти знания то есть вот это вот высшее я это тот свет о котором мы говорили а это низшее я это наша личность где нету этого света и мы этот свет впускаем в нашу личность да и происходит слияние и она постоянная она не то что она потом через какое-то время уходит вот это и есть мистический опыт медитации теперь то что я говорила если мы посмотрим вот так то это очень опять таки соединяя все знания которые у меня есть это напоминает глаз вот прям очень посмотрите вот этот вот знаете египетский глаз который как его там рисует так удобнее его нарисовать да вот сюда да то есть обычно его рисует как-то так вот так потом снизу там что-то такое то есть вы в 10 видите да здесь опять и вот здесь вот этот вот глаз да третий глаз и вот этот глаз это как раз и вот это вот пространство правда я может быть не очень так красиво и очень хорошо нарисовала но суть что вот это вот это и есть вот это вот третий глаз да как у рыбы вот если еще вот сюда при рисовать это будет хвостик здесь будет хвостик вот здесь вот 3 часть и вот это то есть третий глаз как раз таки то что вы говорили открывается в момент медитации открывается третий глаз с помощью которого мы видим но не визуально своими собственными глазами а это божественный глаз до всевидящее око еще называется но если мы знаем про таро и если мы знаем удивительный аркан он очень хорошо отрисовано в колоде тут она даже и увей то мы его увидим на что это похоже на какой аркан как вы считаете вот на этот аркан мира а посмотрите мы его вот так вот вот так я его поставлю да поближе вот она то есть не в прямом положении а вот так вот она вот этот глаз это и есть вот здесь и если мы вспоминаем о чем же нам говорит аркан мира так вот аркан мира он нам как раз таки и говорит о том что пришло слияние с божественным началом то есть это единение опять таки меня очень удивило ну как так то где таро и где трактат условно говоря его обозначивают третьим веком я не уверена что знание идут оттуда не может быть намного ранее были просто раньше не было записи до этого времени как и когда я говорю о том что таро действительно это мистическая система и здесь очень много символов которые если мы их не знаем мы их не понимаем по времени у меня как чуть больше ничего страшного мы не сможем интерпретировать причем здесь смотрите мы говорили на аркане мир у нас есть четыре стихии до которые уже прошли свой опыт да и происходит вот здесь полное слияние то есть если в магии мы мы видим мага который держит одну один вот этот вот жезл дата в аркане мира он уже держит 2 и здесь у нас изображен на самом деле гермафродит да то есть кто-то называет девушку которая танцует но по сути до гермафродит то есть слияние 2 именно слияние даже тот самом сама информация удивляет то есть слияние двух противоположности что приводит к единению опять-таки слияние чего то что я показывала левого и правого полушария и вот это вот пространство которое получается посередине да это и есть по сути из аркана колесничьего наш колесничий то есть тот который управляет лошадьми вот так вот это будет третий глаз и слияние и этот аркан о чем говорит если мы говорим ну бытовой трактовки о том что у тебя открывается возможности да это аркан мира мир мир можно трактовать как людей а можно как космос на трактовать то есть и у тебя открывается возможность откуда эти возможности появляются они появляются не потому что у тебя перспективы да то есть ну тебе весь мир открыт откуда он открыт как раз в контексте того что мы объясняли ранее что к тебе приходит слияние до если сливаешься со светом и это происходит не где-то там вовне а это происходит внутри тебя в твоём сознании исходя из этого мы можем сказать а держит тогда находится бог обух находится в нас выражение мы все говорим бог находится внутри у нас а где внутри нас так вот в этом сознании находится когда происходит слияние правого левого полушария появляется вот это вот пространство в котором по сути и будет жить наш колесничий и будет вот это вот божественный свет слияния нашего высшего яда с низшим я и тогда мы становимся целостными а если мы становимся целостными мы становимся богоподобным а значит бог живет внутри нас и я не знаю как вам это сейчас показать но я попробую очень а вы возможно в интернете сможете найти эту картинку как бы мне ее вам увеличить растянуть что ли картинка была взята из интернета причем это абсолютно разные религии то что и говорилось до сакральной геометрии вот это вот кисти их феус то что я говорю я не знаю как это называется по-русски я искала этот перевод этого слова наверняка есть такое выражение я вам переверну и вот вот вам будет понятно вот эту картинку может быть найдете если забьете слова сакральная геометрия да ну то есть первично круги ладно фиксим здесь круги не буду показывать вот я очень надеюсь что вам вот это видно да то есть мы здесь видим во первых это ислам а это христианство здесь кристос нарисовано здесь что-то связано с исламом а вот это вот аркан мира девушка которая танцует блин так если подвинул я очень надеюсь что вам видно найдите эту картинку и посмотрите и таким образом вы можете на паузу поставить на если не найдете вот чтобы увидеть эту картинку аркан мира то есть это и есть если мы переведем боком поставим дату это глаз как раз таки третий глаз как он изображен всевидящее око да то есть а нашего творца я в принципе наше занятие сегодня завершено и у нас осталось еще два урока вот но когда я впервые этот момент прочитала меня прям вы знаете так это озарило как так ну как того как как вот это вот каббала как и это условно говоря это только те знания которыми владею я до наверняка есть какие-то знания которых я даже понятия не имею но они тоже будут говорить про одно и то же и вот это вот как раз и связано с переводом о том что если прямом смысле трактовать этот момент то как раз таки если я правильно ошибаюсь а я же по моему перевела его уже полностью здесь как раз таки речь и шла о том что нужно сломать до муж как он называется ну вот как забор как препятствия этих двух кругов и мне очень интересно мне все-таки надо найти этот русский трактат который я видел перевод на русский то есть как там это объясняется какие какие круги надо сломать да то есть опять таки видим да если у нас нет какой-то базы если мы не понимаем о чем может быть речь на то есть это о каких кругах речь идет что здесь речь идет о сакральной геометрии почему именно сакральной геометрии они о чем другом потому что в принципе суть сакральной геометрии заключается в том как все было в творении да что есть какая-то некая такая общая схема что все это геометрические фигуры находящиеся непосредственном движении и тогда нам становится вот таком формате ну лично мне становится понятно и я получаю подтверждение что когда выражение а во что ты веришь да а я верю бога а если бог живет внутри нас то в кого мы должны верить мы должны верить самого себя и вот это вот выражение тогда верь самого себя она тогда дает мне полное понимание почему то есть я тот человек который чтобы во что-то поверить либо что-то узнать он должен это понимать то есть как это устроено если я не понимаю мне сложно взаимодействовать как-то с информацией теперь я понимаю почему я должна верить в себя потому что бог живет внутри меня но я его еще не раскрыла то есть вот слияние вот этого правого левого полушария не туда то есть не образовалась еще вот это вот кисти их фею чтобы впустить вот в этой кисти вот в этом пузыре рыбном условно говоря в нем до в него должен войти этот свет то есть там должно произойти слияние нашего высшего и низшего я пока этого еще нет но потенциал это то к чему мы должны стремиться на впустить этот свет то есть мы должны прийти в это видоизмененное состояние это то к чему шли многие практики мистики тот же самый пифагор о котором я по моему уже упоминала он являлся на тот период возможно один единственный но есть не единственный может быть один из немногих который прошел абсолютно все на тот период существующие мистические практики он был не только в сицилии в италии в испании но он очень много времени проводил как раз таки в египте когда входил в эти медитативные состояния на несколько дней и по моему даже до был период достаточно большой но там не даже недель когда тело умирала в кавычках да и вот он ходил вот в это состояние то есть и он приходил к этому не случайно откуда у него все эти знания которые он получал но и вообще есть тоже такой трактат пифагора где он рассказывает о том что он помнил свои предыдущие воплощения то есть это не просто вера была а он помнил он увидел и до того как он родился пифагором до этого я он в первом своем воплощении являлся на самом деле сыном гермеса то есть сыном бога вот поэтому не случайно в третьем своем воплощении после первого он был пифагором то есть и вспоминая вот эти вот все свои предыдущие воплощение кем он там был еще знание ну то есть память у него сохранялась и он рассказывал о том как можно ее восстанавливать то есть вот это вот опять таки понимание для чего нам нужно восстанавливать память своих прошлых воплощений не ради праздного любопытства а ради понимания бесконечности души и своего развития но это вот скорее всего другая тема вот и продолжение перевода до последнего предложения то есть и понимание всего все вот этого масштабности и силы возможности которые может появиться и управлять нашим умом пир до огонь то есть у нас мы говорили вода это наше состояние непостоянство а ум это все-таки огонь вот как стихия то есть здесь приходит вот это вот понимание возможности а кем мы можем стать и поэтому почему я говорю про пифагора это не к чему мы стремимся только чему стремились все философы прийти к этому единству с творцом для чего для того чтобы видеть как все устроено и творить быть богоподобным человеком то есть творить вот к этому мы даже в нашем воплощении да вот в наше столетие двадцать первое еще не пришли 21 21 век на дворе да мы все равно еще к этому еще не пришли и сколько еще воплощения нападаем за то чтобы мы стали богоподобными да но по крайней мере у нас есть вектор к чему стремится это с какого века люди стремились и ну хочется верить многим удавалось вот мы с вами встретимся на следующем занятии я буду ждать ваших комментариях мне очень интересно мне очень любопытно вашей ассоциации благодаря что вы пишете ассоциации сторон рекомендуйте курс на самом деле вот для меня он такой вот взрывающие разрывающие шаблоны с вами прощаюсь до следующего занятия пока пока